Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приливы и вешенье весть. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня понедельник, и Церковь предлагает нам в этот день к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из Первого Послания Святого Апостола Павла Коринфяна. Глава 9, стихи с 13 по 18, и вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Разве не знаете, что священно действующие питаются от святилища? Что служащий и жертвенник уберут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Но я не пользовался ничем таковым. И написал это не для того, чтобы так было для меня. Ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду. А если не добровольно, то исполняю только вверенное мне служение. За что же мне награда? За то, что проповедую Евангелие благовествую о Христе безмездно, не пользуясь моею властью в благовествовании. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня в понедельник Церковь предложила нам первое послание апостола Павла к Коринфянам, 9 главу, стихи 13 по 18. Мы слышим этот отрывок за богослужением. О чем он нам говорит? Он говорит отчасти о внутренних отношениях между иерархией церковной и посомами-чадами. Но здесь все гораздо шире и глубже на самом деле. Итак, мы знаем, что Коринфяне как относились к апостолу Павлу? По-разному на самом деле. И апостол Павел неспроста пишет это послание. Ибо если бы не было никаких проблем ни в какой из общин, то апостолу Павлу не было бы нужды писать какие-то богословские тексты, осмысляя происходящее. И это бы не зафиксировалось в Священном Писании. Это было бы, вероятно, как некое такое наследие раннехристианского времени, как, например, пастырь Ермы или послание Игнатия Богоносца и так далее, и так далее. Но были большие проблемы в той или иной общине. И апостол Павел реагирует на это письмами, ибо не может сам прийти, находясь то в узах в заточении, то где-то в путешествии в другой церкви. И не всегда имеет возможность прийти и наглядно, лично решить какую-то проблему. И вот он отвечает на проблемы, которые были в коринфской общине, которые они ему изливают, как своему духовному отцу, не таясь. И вот какая была одна из проблем. Была такая проблема, что в коринфскую церковь пришли некие лжеучителя, лжеапостолы, тоже и в ней, вероятно, возникли какие-то такие внутренние течения, бурления, нездоровые. И они говорили о том, что вот, дескать, апостолы, настоящие апостолы, должны брать некую мзду с тех, кому они проповедуют. И действительно это так. Об этом говорил Господь, Господь наш Иисус Христос. Об этом говорит и Священное Писание. И сам апостол Павел знает этот принцип и вполне с ним согласен. Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннике берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Действительно, и вы знаете, дорогие братья и сестры, сами прекрасно это видите, что приходя в храм, мы жертвуем, мы покупаем свечи, мы жертвуем сами от щедрот своих. То есть мы приносим какие-то свои деньги, какую-то свою помощь храму. Потому что действительно храм питается от пожертвований. В том числе, дорогие братья и сестры, наш телеканал живет за счет ваших пожертвований. Вашей помощи. Потому что мы все сотрудники телеканала в меру своих сил, возможностей, каких-то скудных способностей и своего таланта, мы стараемся нести Слово Божие так, как умеем. И вы помогаете нам это делать, жертвуя на телеканал. И об этом говорит апостол Павел в первой части сегодняшнего послания. Действительно, это так. И церковь в основном так и живет сейчас в эти дни. Но апостол Павел говорит следующее. «Но я не пользовался ничем таковым». То есть апостол Павел, не отрицая вот такой принцип жизни, о котором говорил сам Господь, наш Иисус Христос, и заповедовал в принципе церкви так жить. Апостол Павел выбирает несколько иной путь, который не противоречит этому пути. Но он иной. Точнее, он его не отрицает. Вот путь, о котором он вначале говорил, но он другой. «Я не пользовался ничем таковым». Он добровольно отказывается от этой помощи, которая возможна от тех, кому идет проповедь, кому обращено слово. И написал это не для того, чтобы так было для меня. Апостол Павел пишет. «Я пишу это не для того, чтобы вы начали мне помогать. Ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничижил похвалу мою». В чем же для апостола Павла похвала? Для апостола Павла похвала, что он служит Господу безмезно. Он сам для себя определил меру такого подвига, если угодно. Быть безмезником. То есть он никогда не брал денег с тех, кому он проповедует. В данном случае это Коринфионе. И он никогда не брал денег с тех, у кого он живет в этот момент. Соответственно, он приходил в общину и не брал от них никаких пожертвований. Тем самым он говорил, что «я проповедую, потому что это обязанность моя, потому что я не могу не проповедовать. Потому что Господь возложил на меня такую обязанность. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться. Я проповедую, и это не для того, чтобы заработать себе какой-то авторитет. Не для того, чтобы заработать какую-то себе славу или еще что-то. Апостол Павел говорит, я проповедую, потому что это обязанность моя. И горе мне, если я не проповедую. Итак, он пишет в 16 стихе. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую». То есть он воспринимает это действительно как служение, а не как некую награду и привилегию. «Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду». И он для себя решает так, что это его добровольное служение, он должен совершать его добровольно. Соответственно, если он будет получать награду от тех, кому в данный момент он проповедует, значит, он будет здесь получать награду на земле уже от них. И таким образом лишит себя награды небесной. Лишит себя той почести горнего звания, которые достанутся ему по его кончине. Если он до конца претерпит все искушения и все скорби, которые выпадали на его долю в его миссионерских путешествиях. «Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду. А если не добровольно, то исполняет только вверенное мне служение. За что же мне награда?» Спрашивает апостол Павел. «Итак, за то, что проповедую Евангелие, благовествую о Христе безмездно, не пользуясь моей властью в благовествовании». Апостол Павел вынужден объяснять, почему он не берет денег. Потому что его противники, противники его благовествования говорили, что он гордец, он ищет чего-то своего, он специально долго не берет денег, чтобы потом взять больше. То есть различные наветы были на него. И он разрушает это, говоря о том, что мне не нужно вовек ваших денег. Они мне не нужны. «Ибо моя награда иного характера. Я благовествую, это моя обязанность, и я должен это делать. И не потому, что вы должны мне платить, и я жду от вас каких-то подаяний. А потому что это мое служение. И награда мне будет на небесах за то, что я безмездно нес вам Слово Божие». Поэтому вот такой принцип служения в Церкви Христовой сохранился, и такое есть. И мы знаем, был и Нил Сорский преподобный, и Иосиф Володский, святые наши, которые исповедовали два разных пути нестяжательства и, наоборот, стяжатели. Мы знаем, что был некий спор, но эти два пути, они сохранились и живут в Церкви в той или иной степени. Поэтому мы должны помнить, что Господь сказал, что священнослужители питаются от алтаря, от святилища. И это правда, это так и есть, и наш телеканал так живет. Но есть и другой путь, который человек, тот или иной служитель, выбирает сам, самостоятельно. И сам несет этот подвиг, этот крест. Поэтому помолимся и о тех, и о других. Будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу. Когда читаем Священное Писание, Бог с его страниц обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч. Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. КОНЕЦ ФИЛЬБА КОНЕЦ ФИЛЬБА